здравствуйте уважаемый рукоделец всем большой творческий привет у нас сегодня вязание круга по спирали во первых это их более часто применяемый способ при вязании шляп а также сумок плюс без знания как связать круг мы не сможем связать овал поэтому изначально начинающим нужно понять как связать круг что значит по спирали то есть у нас нету подъемной петли это более легкий вариант провязывания круга вязать мы будем обычными столбиками без накида видео подойдет для начинающих пряжи у меня использовала я толстенькую пряжу карамель дольше 4 миллиметра и крючок номер 5 вы выбираете такой крючок которым вам комфортно вязать и полотно вас устраивает далее мы уже будем вязать с вами более сложные вещи это с подъемной петлей или же в раскол или же вот такой вот круг с рельефными столбиками но сначала нам нужно понять все таки как вязать круг в принципе да и воспользуйтесь промокодом который я пропишу на экране и в первом комментарии от пряжи центр 10 процентов на все шнуры джут и также всю фурнитуру следующее видео у нас будет видео обзора по шнуру какой он бывает какой толщины и что лучше приобрести начинающим а мы приступаем к вязанию я всегда имею при себе когда вижу по спирали вот такую памятку у нас круг начинается либо 6 либо с 8 столбиков данную шляпу желтую которая показывал я вязать начинал с 8 столбиков на это есть причины и так значит если мы начинаем 6 столбиков то с каждым рядом у нас количество столбиков увеличивается на 6 если мы начинаем вязать с 8 то увеличивается на 8 и между прибавками у нас с каждым рядом количество столбиков меняется вот эти вещи нужно понять я держу при себе вот такую памятку и вижу когда я вижу по спирали я пользуюсь одним способом видом прибавок если я вижу с подъемной петлей это видео будет позже я применяю другой способ и так приступим значит начинаем 6 столбиков для этого кольцо амигуруми для начинающих напоминаю как это сделать как создать кольцо кладем на пальчик ниточку свободный кончик я мне достаточно одного пальчика огибаем его вот так вот крестиком и придерживаем сзади пальчиками крючок заводим под первую ниточку ближайшую разворачиваем к себе пальчик и подхватываем вторую ниточку вот у нас кольцо в принципе его можно снять и провязываем первую петлю про который мы забил забываем это первая петля подъема при вязании столбиков по спирали она нам не нужна далее мы вяжем 6 столбиков заводим в кольцо крючок достаем ниточку и провязываем первый столбик и таких нам нужно 6 в кольцо провязать второй третий четвертый пятый подтягиваем хвостик пододвигаем друг другу столбики и провязываем последний столбик 6 начинающие должны убедиться что у вас 6 столбиков давайте проверим считаем 1 2 3 4 5 6 петля на крючке у нас не считается столбиком это рабочая петля у нас первый ряд готов мы его затягиваем и так вот наша первая горизонтальная петля петля подъема мы ее не считали вот горизонтальная первый ряд готов начинаем второй ряд нам надо удвоить все столбики значит провязать нужно в каждой по 2 столбика каждый столбик заводим под первую горизонтальную петлю начинающую ниточку не затягивайте подхватываем тут же хвостик желательно вы сразу вязать принципе не обязательно можно потом заправить и так вяжем 1 и 2 из одного столбика мы сделали два и на первый столбик я сразу повешу маркер маркер обязательно нужен для того чтобы не сбиться можете помещать себе каждый ряд вдруг вы где-то ошиблись вы можете распустить да и продолжить итак первый столбик мы провязали вывязали два из него следующий столбик хожу по 2 дужки подхватываю тут же хвостик чтобы увязать провязываем 2 столбиком 12 всего у нас провязано 4 далее под следующую петлю хвостик подхватываю вязываем 5 6 следующую петлю 7 8 9 10 и в последний столбик вяжем 2 11 и 12 столбиков следующий ряд 3 снимаю маркер в третьем ряду нас 18 столбиков и между прибавками 1 столбик провязываем 1 столбик и помечаем его следующий вяжем прибавку первую 1 1 столбик провязали и сюда же второй следующий одиночный чередуем следующий 2 прибавка то есть два столбика следующий у нас одиночный следующий 3 прибавка следующий 3 прибавка следующий одиночный следующий 4 прибавка одиночный 5 прибавка одиночный и 6 прибавка четвёртый ряд мы должны прибавить 6 столбиков у нас будет 24 и между прибавками у нас теперь будет два столбика в следующем ряду у нас будет три столбика между прибавками потом 45 и так далее между прибавками количество столбиков растет в каждом ряду и так как между прибавками четное количество петель 2 делим на 2 получается что в начале ряда мы провязываем 1 столбик и в конце ряда одиночный столбик вяжем 1 столбик тут же вешаю на него маркер далее мы вяжем прибавку то есть два столбика и теперь два столбика одиночных 12 в 3 прибавка 12 2 одиночных столбика 12 и прибавка 3 2 одиночных 12 и прибавка 2 одиночных 12 и прибавка 2 одиночных и прибавка и так как у нас начале ряда был одиночный столбик а между прибавками два одиночных конце ряда у нас один одиночный провязали закончили ряд приступаем к вязанию пятого ряда у нас 24 столбика прибавится сейчас 6 и будет 30 столбиков между прибавками три столбика число 3 не делится на 2 поэтому мы сразу провязываем 3 столбика в начале ряда первый столбик и вешаем маркер сразу на первый столбик 1 2 3 и теперь делаем при первую прибавку вяжем два столбика из одного столбика далее три столбика одиночных 1 2 3 и прибавка 3 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 одиночных 1 2 3 и у нас остался один столбик в него мы вяжем прибавку так как мы начинали с 3 одиночных столбиков то мы заканчиваем при бабочкой да и у нас везде по кругу три столбика между прибавками приступаем к вязанию шестого ряда у нас будет 36 столбиков и у нас 4 столбика между прибавками 4 делится на 2 получается 2 столбика провязываем в начале ряда и 2 в конце почему мы так делаем для того чтобы у нас прибавки были рассеянными то есть в одном ряду они делаются слева от предыдущей в другом ряду справа от предыдущей в следующем ряду опять слева от предыдущей и справа то есть более рассеянные то есть если мы будем вязать их постоянно в одном месте то у нас получится шестиугольник так как 6 прибавок поэтому мы так и вяжем и так провязываю 2 столбика 1 и сразу вешаю на 1 маркер 2 делаю прибавку 1 столбик и 2 вывязываю из одной петли далее у нас 4 одиночных столбика 1 2 3 4 и вяжем прибавку то есть два столбика из одного снова 4 столбика 1 2 3 4 и прибавка снова 4 столбика 1 2 3 4 и прибавка 4 одиночных столбика 1 2 3 4 и прибавка 4 одиночных 1 2 2 3 4 и прибавка мы в начале ряда провязывали 2 столбика и в конце ряда нас остается 2 столбика то есть 4 столбика между прибавками получается вяжем 2 столбика в конце 1 и 2 мы закончили шестой ряд смотрим памятку 7 ряд будет 42 столбика кстати пересчитываете вот вот вы закончили очередной ряд это я обращаюсь к начинающим и пересчитывать 1 2 и так далее чтобы вас количество столбика совпадало лучше распустить один ряд чем все полотно следующий ряд у нас 5 столбиков между прибавками так как 5 не делится на 2 мы их в начале ряда сразу провязываем 1 2 3 4 5 из 6 столбика делаем прибавку то есть вывязываем 2 снова 5 столбиков прибавка 5 прибавка в конце ряда прибавка будет следующий ряд вы уже поняли принципе за ней в следующем ряду будет 6 столбиков между прибавками 6 у нас кратная двум делится на 2 получается 3 столбик мы вяжем начале потом делаем прибавку 6 столбиков прибавка 6 столбиков прибавка в конце ряда будет прибавка и 3 столбика три столбика в начале три столбика в конце между прибавками в этом ряду 6 столбиков вот по такому принципу вяжется круг по спирали а я вам желаю легких петель и к самое главное девочки будьте здоровы